За последние три месяца количество регулярных рейсов Бишкек-Москва увеличено с трех до семи в неделю. Также запущен новый рейс Будапешт-Бишкек-Будапешт. Принято решение о мерах по реконструкции автомобильной дороги Балакчиба-Камбаева-Каракол. Для государственного предприятия Кыргызсты Мирджулу будет закуплено 100 грузовых вагонов, из которых 10 прибыли в страну. Рейсы меняем в связи с тем, что у нас уже перепропущенный тоннаж. Это рейсы Р-50. Они уложены в 1972 году. Сейчас меняем на новые рейсы. Более лучшие, прочные на Р-65. Они более термопрочные и рейсы Р-65 имеет свойство, что более она побольше и помассивнее. В рамках членства в Евразийском экономическом союзе приняты основные направления промышленного сотрудничества до 2025 года и подписаны ряд документов. Основная цель – это ускорение и повышение устойчивости промышленного развития на основе эффективного сотрудничества государств-членов в построении современной интеллектуальной, конкурентоспособной на мировом рынке экономики ЕАЭС. За период с 12 октября 2021 года по 19 января 2022 года выпущено 859 актов. Из них 250 распоряжений главы администрации президента, 165 постановлений Кабинета министров, 141 распоряжения Кабинета министров, 303 распоряжения председателя Кабинета министров. Кроме того, за отчетный период проведено 9 заседаний Кабинета министров. Утверждена программа развития и поддержки женского предпринимательства на 2022-2026 годы. В активной фазе реализуется 55 проектов государственно-частного партнерства на сумму более 1 миллиарда долларов. Создан единый электронный реестр разрешительных документов, выдаваемых государственными органами и органами МСО. Самые низкие показатели наблюдаются в Чуйской области. 31 из 105 АИЛ и КМУТЫ не подключены к системе электронного документа оборота. Это очень мало. С 1 марта администрация президента прекратит прием бумажных документов. А с 1 апреля все госорганы перейдут на полный электронный документ оборот. Нам нужно ускориться это требование времени. Соседние страны давно перешли на электронный документ оборот. Кроме этого, создан первый государственный инновационный центр, который является уникальной площадкой для развития инноваций и стартап-экосистем. Начата реализация проекта по созданию бизнес-инкубаторов в образовательных учреждениях. Для реализации этой практики из 36 вузов были отобраны 11. За 100 дней работы Кабмина иницированы и направлено в Джолур-Кухенеш 30 законопроектов. Следует отметить, что из 21 закона, которые были приняты парламентом, 15 подписаны президентом. В числе законов, требующих безотлагательного принятия, имеющих большое значение для социально-экономического развития государства, о республиканском бюджете на 2022 год, о прогнозе на 2023-2024 годы, налоговый кодекс, о внесении изменений в бюджетный кодекс, о внесении изменений в некоторые законодательные акты, земельный кодекс, лесной кодекс, о переводе земельных участков. С 1 января этого года на 100% повышены суточные нормы расходов на питание детей, детей-сирот, детей и лиц с ограниченными возможностями здоровья в социальных стационарных учреждениях, где проживают 5952 человека. На самом деле средства имеются, однако необходимо их эффективное использование. В этом году бюджет был исполнен с профицитом. Тем временем выделены большие средства на развитие ирригации, орошение земель и обеспечение семенами, выделяются финансы на энергетику. Следует отметить, что были закуплены 11 автомашин для региональных организаций здравоохранения, а также заключены контракты на строительство 10 вирусологических лабораторий в Чуйской, Таласской, Сыкульской, Джалабадской, Ожской и Баткенской областях.